Рассказ о подлеце. Михаил Зощенко. Ввиду того, что это тоже факт, и тут речь пойдет об одном живом человеке, то мы бы не хотели затрагивать в печать его фамилию. То есть, вообще говоря, он, конечно, подлец, и его следует публично прохватить. Но он в настоящее время и без того чересчур расстраивается и говорит, что в ближайшее время он непременно перестроится. Поэтому из педагогических целей назовем его «Три звездочки». И вот едет этот «Три звездочки» в трамвае. Вот он и едет в трамвае, а по виду никак не скажешь, что это подлец едет. По виду это едет скромный работник в валенках. Он и едет в гости. Он и едет к своему приятелю на именины. Вот он и едет в трамвае, к нему в гости. Думает, может, там про свои всякие подлости, чего он сожрет. И хорошо думает, что подарка имениннику не купил. Другие думают, имеют привычку подарки покупать. А что касается меня, то они не на таковского напали. И вот он и едет на именины без подарка. И на углу седьмой линии он слезает. Он, вернее, не дождавшись остановки, спрыгивает с трамвая, чтобы поскорее пойти в гости. А то думает, все сожрут. Им только нахалом опоздай. И вот он в силу этого спрыгивает поскорее. И вдруг слышит свисток. И чьи-то ноги спешат. Эта милиция к нему поспешает. Желает узнать, как он спрыгнул, не повредил ли внутренности и вообще, есть ли у него лишние деньжонки в кармане. Наш герой думает. Ну, налетел на трешку. Лучше бы, думает, я имениннику пару червивых яблок купил, чем мне теперь штраф платить. И, так подумавши, поскорее смешивается с толпой и идет, как ни в чем не бывало. Будто это и не он прыгнул, а кто-нибудь там, этот самый, другой. Милиционер говорит. Некрасиво делаете, что убегаете. Три звездочки говорит. А что такое? Это не я прыгнул. За что я буду штраф платить? Что ты, ошалел, стоявший на своем посту? Я иду спокойно. И в трамвае я, по крайней мере, три дня назад ехал. Милиционер говорит. Ах, вот какие речи. Тогда пойдемте в милицию. Три звездочки говорит. Пойдемте. И сам, видя, что вокруг никаких свидетелей нету, начинает по дороге нашего милиционера чехвостить и костить настолько, что тот аж рот раскрывает, но сдерживается. Самые ужасные слова и грубости ему говорит. А милиционер тактично молчит и не теряет своего достоинства. Вот проходят они в милицию. Докладывают дежурному. Что случилось? Милиционер говорит. И кроме того, он меня незаслуженно оскорблял. Запишите. Наш подлец говорит. Он нахально врет. Никаких оскорблений я не допускал. Свидетелей не было. И я отказываюсь от этих показаний. Начальник милиции говорит. А мы привыкли своим милиционерам доверять. И на тебя мы сейчас составим протокол. И вот они составляют протокол и спрашивают его, где он служит и где живет. А три звездочки с перепугу и по своей подлости нарочно указывают не тот адрес. А то, думает, пожалуй, накладка будет. Вот он дает не тот адрес и говорит. Можно мне идти? А то я опаздываю. Дежурный говорит. Посиди маленько. И сам поспешает к телефону. Он вызывает адресный стол и там берет справку. Тогда три звездочки говорит. Ой, пардон. Я спутал. Я вам не тот адрес дал. И не ту фамилию. Но меня затмение нашло. Начальник милиции говорит. Ах, вот ты какой фрукт. Ну, нам теперь твоя характеристика видна. Говори свой правдивый адрес и выметайся. Тогда три звездочки, предвидя суд и неприятности, говорит адрес. Но опять-таки, говорит не свой адрес. А во избежание дальнейших неприятностей, на всякий случай, говорит адрес своего приятеля. Именинника. И при этом думает, тому все равно ни черта не будет. Тот докажет свою невиновность. А тут и адрес сойдется, если справку возьмут, и мне легче вздохнется. Вот он дает адрес именинника и называет себя его фамилией. Вот начальник милиции звонит в адресный стол. И там вскоре отвечают. Такой есть. Есть. Живет по этому адресу. И все правильно. Отпустители. И вот. В хорошем настроении духа спешит наш. Три звездочки на именины. Но приходит туда поздно. Там уж все съели. И ему подают лишь стакан чаю и какие-то пустяки. Три звездочки, расстроившись от такой подачи, думает про себя. Ничего. Я ему тоже хороший подарок преподнес. Он у меня теперь свинья побегает. И снова в хорошем настроении уходит домой. Дня через два на работу является бывший именинник. Весь не в себе. Он говорит, друзья, со мной такое случилось, что только в сказках происходит. На меня какие-то подлецы 25 рублей штрафу наложили за оскорбление милиции и за вранье. И я, говорит, сам теперь не пойму, что к чему. А они говорят, плати или мы на твое жалование наложим. От этих слов три звездочки сконфузился и так отвечают. Знаешь, Ваня, я тебе на именины ничего не подарил. Хочешь, я тебе десятку дам, чтобы ты внес этот штраф и не волновался. Тогда бывший именинник вдруг начинает кое-что понимать. Позволь, говорит, я твою скупость преотлично знаю. А то, что ты мне десятку суешь, это мне в высшей степени удивительно. Уж не ты ли, собака, мне это дело удружил? То-то я вспоминаю, что ты опоздал и пришел в расстроенных чувствах. Так вот, какие ты подарки даришь своим друзьям. И с этими словами, размаханувшись, ударяет того по физиономии. Тот удивляется и говорит, ну, хорошо, я весь штраф заплачу, только не губи моей хорошей репутации. Вот тебе 25 ссылковых, поспеши заплатить. Бывший именинник говорит, это еще что за новости? Ты такой подлец, а я буду за тебя ходить и платить? Три звездочки говорит, ну, хорошо, я сейчас сам пойду и заплачу. Только громко не кричи, и бежит в милицию. А там, как назло, сидит то же самое начальство, которое объяснялось именинникам. Но не то начальство, которое было в первый раз. А наш герой, не сообразив мелочей, подает повестку и кладет на нее деньги. Дежурный изумляется, переменив наружности пришедшего и говорит, А на вас к черту, что-то я ничего не пойму. То один не хочет заплатить, то другой, наоборот, хочет. Только вдруг приходит начальник отделения милиции. Он сразу разбирается во всем деле и говорит, А, вон оно что, ну, теперь мы тебе пришпилим обвинение. Три звездочки, просит прощения и унижается. Но на него составляют протокол. И этот протокол отсылают на место службы. Там состоялся товарищеский суд, на котором нашего подлеца, к общему удивлению, оштрафовали на 10 ссылковых. И, кроме того, приговорили к общественному порицанию. И дали строгий выговор с предупреждением. А бывший именинник перестал с ним здороваться и говорит, Вот так он мне подарок преподнес. А сам этот тип ходит теперь тише воды, ниже травы, и говорит, Так-то я довольно честный. Но, конечно, и у меня случаются затмения. Но теперь после этого факта я совершенно перековался. Однако от перековки мы требуем порядочно. И если говорить о перековке, то нам желательно, чтобы окружающие люди были умные, честные, и чтобы все стихи писать умели. Ну, стихи даже в крайнем случае пущай не пишут. Только чтоб все были умные. Хотя, впрочем, конечно, ум – дело темное. И часто неизвестно, откуда он берется. Так что желательно, чтобы все были хотя бы честные и чтобы не дрались. В крайнем случае даже пусть себе немного дерутся. Но, но, только чтоб вранья не было. Это не значит, что не соври. Нет. Врать можно. Но только самую малость. Ну, например, жена спросит. Где был? Ну, тебе сказать неохота, где был. Ну, скажешь, в аптеке был. Ну, она хлесть со всего размаху. Как это скажет в аптеке, когда, например, от тебя пивом пахнет? Нет. Драться тоже нехорошо. И лучше совсем без вранья. Тогда, может, и драки прекратятся. Итак, желательно, чтоб все были довольно честные. И чтоб даже в частной жизни, хотя бы опять-таки в гостях, наблюдалось поменьше вранья и свинства. А то хозяева иногда от этого сильно-сильно переживают.